МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите... Охрана правопорядка как дело всей жизни. В нашем эфире материал об участковом уполномоченном полиции Приморско-Куйского сельского совета. Именно он представит регион на всероссийском конкурсе Народно-участковый-2019. Изучение французского языка, занятия по хореографии и пении, усиленная физическая подготовка. В школах Ненецкого округа все большую популярность набирает кадетское движение. Жители Ненецкого округа написали большой этнографический диктант. Международную просветительскую акцию приурочили ко Дню народного единства. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска последние новости о ходе дела по расследованию трагедии в детском саду «Сказка». 36-летнему убийце предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного второй частью 105-й статьи Уголовного кодекса «Убийство малолетнего». Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится следующее. По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник предприятия «Светогор» дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку. Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали вышеуказанные лица и удерживали до прибытия сотрудников Управления Росгвардии и ОМВД России по Ненецкому автономному округу. После задержания подследственный говорил про сатану и жертвоприношение. Кроме того, предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия «Светогор». Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного 238-й статьей Уголовного кодекса, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Охранник свою вину признал частично. Добавлю также, что возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Охрана правопорядка как дело всей жизни. Наш следующий материал об участковом уполномоченном полиции Романе Лебедеве, который служит на территории Приморско-Куйского сельского совета. Именно он представит Ненинский округ на ежегодном всероссийском конкурсе «Народный участковый-2019». Александра Литкова продолжит. О том, что станет полицейским, Роман Лебедев решил еще будучи мальчишкой. В 2007 году, сразу после окончания школы, он поступил в Краснодарский университет МВД России. Получив диплом, молодой человек устроился на службу на должность дознавателя. А спустя три года отправился работать на Крайний Север, в Ненинский округ. Прилетев в Ненинский автономный округ, на следующий день меня уже направили в поселок Красное. Первый человек, с которым я познакомился, это был председатель муниципального образования, глава муниципального образования Виктор Александрович Таратин. Побеседовали, показали условия, в которых я буду проживать, кабинет, где проводим тоже очень много времени. И на следующий день уже приступил к исполнению своих обязанностей. За время работы в Приморско-Куйском сельсовете Роман зарекомендовал себя только с положительной стороны. В любое время суток к нему могут обратиться все, кому нужна помощь. Молодой участковый пользуется доверием и уважением среди населения. Он всегда готов прийти на помощь в любую минуту. А жизнь, скажем так, работа в участковом полномоченном в самом крупном сельском поселении – очень непростая задача, то есть и день, и ночь. Работа всегда норма, достойно справляется со своей задачей. Ни для кого не секрет, что по своим служебным обязанностям участковые и уполномоченные полиции ближе всего к населению. Что уж говорить о тех, кто стоит на страже порядка в глубинке. Сегодня задается вопрос, кому приходят в сельской местности участковые люди, к кому приходят граждане и обращаются. Граждане обращаются к участковому, который решает важные вопросы на месте. Это говорит сегодня о высокой значимости этой службы в органах внутренних дел. И это позволяет выявить, наверное, самых лучших работников органов внутренних дел по работе участковых инспекторов. В конкурсе народный участковый Роман Лебедев участвует впервые. И, как признается полицейский, он был немного удивлен победе во втором этапе. Голосование проходило на официальном сайте окружной полиции. В нём приняли участие более полутора тысяч человек. Теперь жители Заполярья могут поддержать Романа Лебедева на третьем этапе конкурса в ходе онлайн-голосования на сайте МВД России. Оно продлится до 10 ноября. Имена победителя и призёров назовут в канун профессионального праздника – Дня участкового и уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». К службе готовы. В столице Ненецкого округа прошла традиционная акция «День призывника». Накануне в зале краеведческого музея собрались около ста новобранцев. О том, куда отправятся ребята служить родине и с каким настроением уходят в армию, выяснила наша съёмочная группа. Порядка 100 юношей в возрасте от 18 лет собрались в зале краеведческого музея. Впереди ребят ждёт срочная служба в армии. Осенний призыв стартует в России 1 ноября и продлится два месяца. Что же касается призывников из НАУ, то, как правило, большинство из них отправляются служить на Северный флот. «Дальше есть наряды у нас на ВСПО, западный военный округ и 12-е ГУМО. Пожелать, вот здесь на мероприятии уже говорилось, пожелать, конечно же, внутреннего мужского духа оставаться мужчиной, не просто там гражданином, это такая фраза, мужчиной именно оставаться в любых условиях. Мне, конечно, хотелось пожелать, чтобы ребятам, скажем так, и хорошие командиры достались, потому что от командиров разных уровней взвода, роты, русской части очень много зависит». Кроме Игоря Ибраева, в день призывника с напутственными словами выступили представители окружной городской власти. Они пожелали новобранцам отличной службы и рассказали о той поддержке, на которую будущие солдаты могут рассчитывать после её прохождения. Впереди ребят ждёт медкомиссия в Архангельске, первая группа туда отправится уже 4 ноября. Всё так, всё внезапно, я не готов ещё немного. А почему внезапно? Ты не знал, что? Я не знал, что мне прямо 4 ноября посадят самолёт и бывай. Я думал, там ещё какая-то проверка будет, что такая же комиссия, будут всё спрашивать, проходить врачей там. Ну не врачей, а спрашивать будут и так далее. В праздник идёшь, хороший знак, да? Нет. Почему? Ну и это не праздник для меня. Теперь я учусь в Государственном университете телекоммуникации Бонч-Бруевича на факультете рекламы и связи с общественностью. Ты заочно? Заочно теперь. Сейчас съезжу на сессию и потом варю. А куда бы хотел попасть? Я на юг. С хорошим. С чем? Ну а что нет? Надо, значит надо. Защитить Родину. Вдруг придётся, мало ли. Хотелось бы где пожестче, наверное. Да? Чтобы наверняка, да. Чтобы запомнилось. Может как-то проявить себя. Ну проверить самое главное. Как так? Что пожелаешь ребятам? Что пожелать-то? Удачи. Чтоб девушки дождались. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». В школах Нинницкого округа всё большую популярность набирает кадетское направление. Обучение по специальным программам хоть и сложнее, чем в обычных классах, но и так называемых бонусов тоже предостаточно. Изучение французского языка, занятия по хореографии и пению, усиленная физическая подготовка. О том, кто такие кадеты и чем они занимаются, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Первый кадетский класс был создан на базе школы номер 4 в 2013 году. С этого времени популярность кадетского направления возросла. Теперь в школе три кадетских класса К – пятый, шестой и седьмой. Причём классы набирается не только из учеников четвёртой школы, но и других образовательных учреждений. Мне захотелось разнообразия в жизни. И когда уже достал четвёртый класс, наш классный руководитель предложил, «Ребята, кто из вас хочет пойти в кадетский класс?» «Вот я решила пойти, попробовать что-то новое, интересное. И даже не жалея в своём выборе». Из-за того, что я, ну, люблю держать ответственность, я люблю, ну, как бы, носить погоны, я люблю, ну, как бы, кадетские компоненты, ну, из-за этого. Что в обычном классе-то не очень интересно, а вот в кадетском классе как-то, не знаю, что ли, поинтереснее. Я хотела бы стать военным инженером, потому что я люблю военную технику и защищать Родину. Я бы хотел стать военным. И вообще-то давно у меня уже, как с малых лет уже, я хотел быть. Я всё смотрю на папу, у меня тоже был военным, и тоже хочу им стать. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, товарищи! Хорошо, вы начали. Слушайте, спасибо! Каждое утро кадеты начинают с построения. Воспитатель каждого класса проверяет присутствие и отсутствие. Внешний вид учеников и оглашает список занятий на день. Наш учебный день начинается с того, что уже утром они приходят в школу чуть раньше других детей. То есть в 8 часов они уже бывают в школе, и в 8 часов 20 минут у нас с ними проходит общее построение трёх кадетских классов. Они издают рапорт, мы отмечаем отсутствующих на построении и доводим до них план очередного рабочего дня. Помимо обязательной образовательной программы в обучении используется кадетский компонент, который включает в себя занятия по строевой подготовке, французскому языку, бальным танцам, а также занятия с куратором от главного управления МЧС России по Нинецкому округу. Аппарат весит 10 килограмм, раньше были больше. Александре Гусаровой нравятся занятия, а особенно с куратором от МЧС. Школьница постоянно пробует что-то новое, внимательно слушает. Александра признаётся, знания, полученные на уроках, помогут ей в будущем. Нам рассказывают, как нужно, например, остановлюсь в крови людей, что нельзя баловаться днём, спичками, вот это всё, как можно спастись, выйти. Максим Канев, куратор от главного управления МЧС, рассказывает на занятиях, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, чем занимаются пожарные. А также проводит профилактические мероприятия, на которых показывает оборудование, технику и многое другое. Нацелено на то, чтобы они знали, как в той или иной ситуации себя повести. Ну и вообще в дальнейшем просто те же кадеты, которые они вырастут потом, может кто-то из них захочет работать в пожарной охране или вообще в спасательном деле. Также кадетский компонент включает в себя хоровое исполнение патриотических песен. Один из учеников, Вадим Ломакин, помимо базовых уроков, активно принимает участие в кадетском хоре и часто выезжает на всероссийские мероприятия. Мне показалось это интересным, то, что не обычный класс, а будет кадетский класс, тут дополнительные предметы, ещё один иностранный язык, стрелковая подготовка и выступления на разных мероприятиях. Что касается родителей учеников, то без всяких сомнений они гордятся своими детьми. С одной стороны, это было чисто спонтанное решение. Она у нас такая достаточно очень творческий человек, она не знает, что ей можно в жизни выбрать. И узнав, что будет набираться очередной кадетский класс, мы решили дать ей возможность попробовать себя в чём-то новом. Сначала она немножко была удивлена и даже немножко противилась, что как-то так, девочка в кадетский класс, зачем, я же не буду военной. Но спустя буквально месяц она втянулась, она очень довольна, она рада и ни секунды ни мы, ни она не жалеем. Мечтал стать военным, когда был маленьким. Ему это всё очень нравилось, красивая форма, одежда, оружие, всё это очень привлекало. И поэтому он ввел желание поступить в кадетский класс. Мы вот эти решения поддержали, поскольку кадетство – это не только красивая форма, это ещё воспитание патриотизма, чувство ответственности, долга. Многие кадеты – это будущие защитники Родины. Неважно, какую профессию выберут военного инженера или врача Центра катастрофы МЧС, они будут патриотами своей страны. В кадетском классе ребята получают всестороннее развитие и качественные знания в различных областях. Воспитание чести, достоинства, воспитание у ребят гордости за нашу российскую форму, это воспитание у ребят желание помочь слабому, защитить слабого, это выправка. И слово «честь имею», которое было всегда в российской армии, у кадет воспитывается с пятого класса. Добавлю, кадеты будут обучаться с пятого по девятый класс. Далее каждый ученик вправе выбрать направление и продолжить учёбу в десятом и одиннадцатом классах. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Антон Бодряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Жители Ненинского округа написали большой этнографический диктант. Международная просветительская акция, приуроченная к празднику Дню Народного Единства, проводится уже в четвёртый раз. В Заполярье этнографический диктант писали на 30 площадках. Всего в Ненинском округе в акции приняло участие 976 человек, из них 465 в сельских населённых пунктах. Самому младшему участнику 5 лет, самому старшему 86 лет. Ольга Русова расскажет подробнее. В этом году количество площадок, на которых наши земляки писали этнографический диктант, увеличилось вдвое – с 13 до 30. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. В Ненинском округе проведение диктанта курирует Департамент внутренней политики. Что такое этнографический диктант? Вообще этнография – это наука о народностях, о народах, об их культуре. И во всех вопросах, на которые мы будем сегодня отвечать в виде тестирования, будут проходить экзамен, это как раз вопросы, связанные с Россией, с культурой, с традициями народов, которые проживают на его территории. На выполнение задания отводится 45 минут, 30 вопросов, 10 из которых региональные. Их профильный департамент составлял совместно с общественностью. Максимальное количество баллов – 100. Отправляли их в Федеральный агентство по делам национальности, они нам их согласовывали, эти вопросы. И два вопроса в общий региональный. Поэтому, получив свой результат, можно самооценить. Он ни на что не влияет. Это просто для понимания, насколько ты знаешь свою историю, культуру и традиции народов Российской Федерации. Основная цель большого диктанта – повысить этнографическую грамотность. Акция проходит в каждом из 85 регионов России, позволяет оценить знания о народах, проживающих в стране. Общий уровень этнокультурной грамотности населения содействует национально-культурному развитию народов Российской Федерации, направлен на сохранение их этнокультурной самобытности, укрепление межнационального мира и согласия. Сегодня участие в акции принимают представители различных диаспор землячеств. Мы читаем, конечно, историю мы знаем, в Советском Союзе учили историю. И сейчас уже новенький, надо полностью в клубе, не поздно всегда учиться, знать больше по России. Руководитель чувашского землячества Юман, что в переводе означает «дерево жизни», Виталий Михайлов говорит, что в этом году участники его сообщества пришли на акцию в большинстве. Пригласили, я приехал. Хочу тоже проверить себя, что знаю, что забыл. Интересно все-таки знать. На одной из площадок акции в социально-гуманитарном колледже участие в большом этнографическом диктанте принял депутат Государственной думы от Неницкого округа Сергей Коткин. У нас 85 субъектов Российской Федерации, да? Сколько в нем автономных в России, сколько автономных округов, сколько там краев, областей, республик и городов федерального значения из 85. И вот так-то просто. Или, например, котляры, лавары, сервы, влахи, крымы. Каким группам населения России принадлежат эти названия? Каким группам? Грекам, караимам, татарам, цыганам. По мнению Сергея Николаевича, вопросы в этом году достаточно сложные, но ответить на них возможно даже студентам и школьникам. Я думаю, что тут надо общее иметь знание. То, что в школе, начиная с первого класса, сейчас в первом классе уже, по-моему, начинает это преподавать, начиная с первого класса до 11, и потом по ходу жизни, наверное, читать книг больше нужно, познавать мир. В результате написания большого этнографического диктанта средний балл по региону – 53 балла. Надо отметить, что работа площадок прошла на высоком организационном уровне. В селах наибольшее количество участников акции зарегистрировано в ОМИ – 78 человек, в Харивере – 45, в Красном – 38.